Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое. Но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение в 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Это, знаете, выглядит как загрузка, когда вы с дурацким интернетом загружаете фотографию, то она также по полоске загружается, это очень бесит. Да, всем привет. Ну что, давно я сюда не выходил. Сегодня я решил попробовать приглашать, может быть, кого-нибудь пригласить в трансляцию. Посмотреть, чё как. Потому что я один раз, по-моему, говорил по вот этой вот вашей сдвоенной-раздвоенной трансляции, и с Тони Раутом он мне позвонил. Ну, короче, прикольно, только связь тормозила. Вот. Для тех, кто интересуется, есть ли жизнь после космотура, есть она. Мы сейчас находимся в состоянии отдыха, такого расслабона. Шляемся, шатаемся по городу Антон Париму, Тони Раут. Я здесь, вот в Планетарии недавно был, в сторизах могли видеть Планетарий один у нас открыли, довольно неплохая тема. Читаю книжку Касса, вот, если вы знаете Касса, чувак, который из Абагатусы, который вышел из тюрьмы и написал книгу, вот. Поэтому сейчас, 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 я, если буду что-то делать неправильно в духе, я не знаю, как принимать ваши эфиры. Там периодически появляется такая рамочка, я должен посмотреть все заявки. Так, давайте попробуем первую. Я должен выбрать кого-то, да, запросы, запросы, запросы. Блин, нифига себе, а что так много-то запросов? Сейчас, подождите. Ага, ага, ага. Так, они постоянно обновляются, я должен успевать их нажимать, да? Сейчас, 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 подождите секундочку. Блин, как это делается? Сейчас. Пишет мне, волосы, это жесть. Да, вообще, смотрите, я по голосовалке смотрел, там, говорят, не жесть, говорят, наоборот, хорошо. Большинство подавляющее. Давайте попробуем. Попробуем добавить. Первого человека. Сейчас у него ожидание уже. Ожидание работает. Кто же это будет, кто же это будет? Он, походу, не отзывается пока. Буду ли смотреть завтра футбол? Да, конечно, буду. Я очень, на самом деле, жду чемпионата мира. И такое, знаете, настроение очень предпраздничное, что ли, перед чемпионатом мира. И это очень круто. По городу гуляет большое количество всяких разных иностранцев, которые размахивают флагами, поют песни. Но это очень круто, очень здорово, в любом случае. Ждан, что у тебя там так темно? Ты что, в аду находишься? У тебя какой-то поганый интернет. Вообще ничего не слышно и не видишь. Так. Что со связью? Что происходит? Эх ты, мог бы вай-фай заготовить. Ты же знал, что я тебя выведу в эфир. Сто пудовый это же был ты. Там вариантов-то немного. Я кого успел обнаружить, это ты, да моя сестра. Ну, короче, просто вай-фай я отключил на лето. Пиши мне, пожалуйста, экран тупик. Не, не, ты потом, как загрузят, не срочно у меня. Вот. И сестра пишет, сохрани эфир, гляну. А, ну я понял. Короче, Ждан, тебя ни хрена не видно. Мы видим только черный экран, но ты с нами, я понял. Ты была... Я могу... Помнишь? Короче... Короче, это была у Виагры, по-моему, такая песня. В начале нулевых годов попытка номер пять. Я, кстати, решил тряхнуть стариной и решил послушать олдовые песни блестящих Виагры. До фабрики пока не дошел, но так просто в тачку себе загрузил. Ну, блин, не знаю, прикольно, по-моему. Такая, знаете, ностальгическая хуйня. Так, 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 давайте сейчас кого-нибудь загрузим хаотичного, первопопавшегося. А мы ожидаем... Сейчас, сейчас, подождите. Я не нажал, походу. Первопопавшегося, походу, как заявку в эфир кинуть, я не знаю. И вот я до этого не знал даже, как одобрить эту заявку. Да, моя попытка номер пять. Там была еще очень стебовая песня «Биология», которая называлась... Я помню, был очень горячий клип на песню «Биология». И всем нравилось очень, что «ммм, очень классно». Вот. Иногда пробиология бывает на какую-то такую ностальгическую хуйню. То есть, я помню, была песня «Белые кораблики» группы «Подъем» и «Карина». И эти «Белые кораблики», они бесили всю страну, но вся страна в итоге их напевала, потому что реально самый топовый, наверное, вирусняк. Я помню, я Толю Вайлдвейса подсадил на и Эрика Рику, на эти «Белые кораблики». И мне то ли Эрик, то ли, то ли потом писали, что вообще какого хрена происходит. Мы там типа спать ложиться надо, куда-то уезжать там, а мы посмотрим группу «Подъем». Так. Да-да-да, на то у меня, да-да-да, точно. У меня просто что-то ни с кем не соединяет. У меня-то интернет хороший вроде. Так. Давайте попробуем еще. У кого, может, нормальный. Я куда-то ткнул, я не знаю, может быть, я просто в случайных участниках. Каин, ех, это точно. Есть цена, за которую бы ты согласился бросить музыку? Ну, трудно так сказать, знаете, сейчас... О, ничего не так. Кто? Ваня, Ваня, Ваня! Привет. Ты кто? Рассказывай. О, вообще фонарик, наверное, чуть-чуть. Окей. Я не знала, что ты соединишь, еще Ваня вышла. Короче, я из Киева, я ездила, по-моему, на два концерта в Москву и в Минск. И ты еще тогда, помнишь, прокричал, типа, «Привет, Киев!» вместо Минска? Серьезно? Мне так приятно было. Я понял, я понял. Хорошо. Чо? Спасибо, что присоединил. Хорошего вечера тебя. Окей. Да, давай, понял. Пока. Хорошо. Смотрите, это был мой первый совместный эфир. Короче, это было довольно странно. Я, в общем-то, не собирался прощаться. Я думаю, сказал, типа, «Хорошего вечера». Окей. Киев, это был Киев. Так, давайте еще кого-нибудь. Давайте еще кого-нибудь. Вот я нажал на подсоединение к своей сестре троюродной. Может, моя сестра соизволит снять трубочку. Моя троюродная сестра умеет говорить голосом дельфина. Ну, вы это и так все прекрасно знаете. По моим историям, по историям Тони Раута. Вот. Сегодня что-то суперважного не расскажу. Ну, типа, потому что сейчас не происходит ничего. Вот мы ждем... Сейчас один концерт их будет еще. И все. О, привет, дельфин. Какой же у тебя уебищный интернет? А ты! О, интернет-то не тянет у тебя совсем. Совсем не тянет, мать. Окей. Ладно. Я понял. Мы тебя не видим, слышим. Да, давай. Типа, мы с тобой. Окей. Анатомия. Биология. Ладно. А я как понял, надо, чтобы у вас был, типа, интернет очень крутой. Поэтому будет круто ловить. Так вот. Еще что. Могу вам рассказать. Про версус фрешблад. Про версус фрешблад. Я же ходил на фрешблады. И на этих фрешбладах я где-то, наверное, за неделю до фрешбладов посмотрел все выпуски. И вот именно новенькие, свеженькие. То есть я уже туда шел, зная почти всех участников, вот, и, да, скажу так, что, ну, как бы будет много крутых баттлов, то есть даже те люди, которые, в общем-то, в принципе, баттлами супер не интересуются, там, как, допустим, там, моя жена, она тоже угарнула с многих участников, то есть я не буду рассказывать там, кто стал фаворитом, вот именно по моему мнению, да, потому что вы сразу поймете, кто там, очень себя хорошо проявил, но в то же время, мне кажется, что, наверное, это самый интересный фрешблат всех, если вам интересно про фрешблат, про фрешблат, хер его знает, так, давайте соединим, так, Каз Данила, наверное, Данила из Казани, судя по всему, или Данила, у меня только два варианта, давай, Каз Данила, это твой шанс, вот, знаете, чувствую себя, короче, когда, знаете, этот Ургант и Тимоти, они звонят кому-то в вечернем Урганте, и всегда такая реакция, типа, о, да, привет, я не знаю, что говорить, я тоже не знаю, что говорить, так, Брейн пишет, Ждана верни, я, к сожалению, не могу вернуть Ждана по той причине, что у него дынищный интернет, у него все темно, вот, так, пишет, пойму, команда Смоки не тянет, никто, кроме Малзи и жюри вытягивают, немного не понял, что хотел сказать, просто не понял, так, мы еще до сих пор ждем Каз Данилу, Каз Данила еще не принял до сих пор, я не могу, видите, это будет очень здорово, если я сейчас вас подключу, а Каз Данила, он, нет, смотрите, Каз Данила так и не ответил, есть шанс, так, хотел бы с тобой пообщаться, но боюсь, пишет, так, не знаю, как это читается, Tasty Turn 95, 95, судя по всему, Чеченская Республика, слушай, после видосов от Слепакова, это я бояться должен, я лайк наложен, типа, так, 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 давайте посмотрим, Никита Грабельников, Никита Грабельников, давай, давай, посмотрим, да, Ждан включил свет, я понял, но лучше бы Ждан включил суперскоростной Wi-Fi, это было бы очень круто, но Ждан лучший на самом деле, после Тони Раута Ждан сразу идет на втором месте, наверное, так, о, привет, Так, 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 так Не слышу, к сожалению, но К большому, причем, самое забавное, что, типа, вы здесь до сих пор и, щас, 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 подождите, Так, у меня проблемы, ссорьки, с интернетом, щас мы как-нибудь музычку включим, чтоб было веселее, щас, подождите, подождите, щас, нужно пободрее, чисто фоном, Давайте это будет какой-нибудь, о, кубинский рэп Кубинский, кубинский, щас будет Я еще олдфак, я слушаю через, через Винам музыку Так Ага, супер Хорошо сидим Так, давайте, давайте, давайте попробуем, кого-нибудь подключим Кубинская музыка Это группа Ори Шас Две их песни вошли в саундтрек старинному фильму под названием «Антикиллер» В начале нуливых тоже выходил О, привет! Привет! Итак, рассказывай Где сидишь? За что сидишь? Ты мне в Инстаграме, между прочим, отвечаешь Так, серьезно? Да, я на концерты ваши 5 лет уже хожу. Слушай, здорово. Я отвечаю... Все слышали, да? Да. Я отвечаю в инстухе, я хороший. Да, я вообще... Скажи, давай, скажи, а все остальные плохие, они не отвечают? Ну да, да, они отвечают. А кто еще отвечает из чуваков, из рэперов? Нет. Ну, я слушаю Мирона еще, но он не отвечает. Нет, я ему не пишу, я там просто, не знаю, я просто на его концерты ходю. Ты просто фотки присылаешь ему голые? Да, конечно, нет. Понятно, так вот он потому тебе и не отвечает, мне кажется. Ну, я подумаю над вашим предложением. Окей, а как тебя зовут? Даша. Окей, Даша, помаши всем ребяткам, которые тебя смотрят. Чего бы ты, если бы тебе осталось бежать 20 секунд, что бы ты пожелала? Чтобы они не убирали. Нет, не так, не так, стой, стой, подожди, подожди. Что бы ты сделала, если бы тебе осталось жить 20 секунд вот так? Что бы я сделала? Давай, уже 15 секунд, твое время уходит. Сказала бы спасибо маме. Окей, а если мамы нет, есть только рядом Фадди Талибал и Тони Раутс? Спела бы с ними трек. Понятно. Тот самый, который 15 секунд идет? Да. Окей, все, хорошо, Даша, давай. Да, спасибо. Да, увидимся. Пока. Пока. Это весело. Это прикольно. Давайте еще кого-нибудь присоединим. Так будет веселее. Подожди, 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 подожди. Сейчас, еще, сейчас. Я пытался пообщаться с Никитой Грабельниковым, но не получилось почему-то. У меня зависла трансляция и, как бы, все пошло, все пошло как-то. Так, я вижу нас. А, там дальше зрители еще. Окей. Окей, окей, окей. Сейчас, подождите секундочку. У меня все это происходит очень небыстро. Так. Игорь, ты хранишь подарки от фанатов, от слушателей? Да, храню, конечно. У меня в разных местах все. Что-то у родителей, что-то у меня самое лучшее. Все эти работы у меня стоят на полке. И что-то висит на стенке. О, привет. Так, мы тебя не слышим. Не знаю, не слышим тебя. Ну, короче, мы понимаем, что ты... У нее нету звука, к сожалению. Окей. Так, давайте я присоединим Илюху Сейфиддинова. Илюха Сейфиддинов, мы тебя ждем. Найс Шторки. Шаришь? Да, звука нет. Я понял, 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 понял. Илюха Сейфиддинов. Илюха Сейфиддинов отклонил, к сожалению. Представляете, да? Так. Я не переживу еще тебя потерять. Это очень мило. Хорошо. Так, так, так. Подожди, я все зашторюсь, чтобы вы не видели, где я живу. Так. Давайте, давайте, кто-нибудь будет еще. Сейчас. Просто, просто Даня. Попробуем подключить чувака, который называется просто Даня. Это самый бессмысленный, мне кажется, мой эфир. Я вообще ничего нового вам не скажу. Чисто общаюсь со слушателями. А может быть не со слушателями, а с ребятами, которые просто подписаны на эту страницу. Привет! Просто Даня, это ты. Подожди. Просто Даня. Где твой звук? Бро. Да. О, супер, огонь. От какого ты города? Просто Даня. Сейчас звук опять пропал, поэтому тебе придется повторить. Да. Ростов. Ростов тоже слышишь? На Дону. Еще раз. Дань, серьезно. Твой город – это? Дань. Ростов-на-Дону. Даня. Ростов-на-Дону. Потрясающий город, супер, здорово. А ты знаешь о Ростове из Ростова-на-Дону? Он довольно пасмурный чувак, он тусуется в клубе мед. Есть у вас такой клуб мед. И еще Абрикосыч у вас там живет. Очень много в Ростове отличных ребят. И вот теперь еще и ты. Да. Просто Даня. Ты ж был на нашей серце, да, хоть на одном? Я был у Талии и Тони, у тебя не был. Ага. Так приходи. Так приглашаю. Приходи. В ноябре я хотел сказать. Да. Знаешь, какую я тебе скидку сделаю на билет? Никакую. Просто приходи. Да, буду рад тебя видеть, бро. Конечно. Хорошо. Мы одна команда. Ну, как мы. Ты, Талии, Тони. А я, типа, ваш охранник. Вот. Давай, все, увидимся с тобой, бро. Окей. У нас здесь есть Вова Конь. Вова Конь. Блин, я очень хочу соединиться с Вовой Конем. Звучит довольно странно. Сейчас, погодите, погодите. А коня нету в заявке, кстати, чего-то. Почему-то. Только это мифической причине. Подождите, подождите, подождите. Я принимаю, принимаю, да, ваши заявки. Я не могу сразу всех брать на эфир, к сожалению. Здесь можно только одного кого-то взять. Так, идет кому-то подключение. О, привет. 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 Кто ты рассказывает? Таня. Отлично. Супер. А ты откуда? Город Ха. Город Ха – это Хабаровск? Это Харьков. А, город Ха – это Харьков. Я знаю, что рэперы раньше называли Харьков Харьков-Рапа-Сити. Ну. Почему? Шамаймата-Майму. Ага. У нас сегодня Ростов, Киев, Харьков. У нас сегодня только юг. С севера никто не хочет к нам идти на трансляции. Как ты считаешь, почему? Ну, даже не знаю. Ты болеешь за Харьковский металлист? Не увлекаюсь. Правильно, правильно. Увлекаюсь танцами. Чем? Танцами. Танцами какими? На пилоне? Танцами. Какими? Современными. На пилоне современные? Ну, не по моей части. Окей, я понял. А какие современные? Я просто эти старые уже ребятки. Мы не разбираемся, что сейчас... Хопчик, контемп, тролли-вали. Ага, окей. И люблю слушать твои песни. А, это хорошо. У тебя хороший музыкальный вкус. Это здорово. Просто мне всегда казалось, что танцы действительно эффективные. Если девчонки приходят, допустим, пятером, шестером, они все складывают сумки и вокруг этих сумок танцуют. Это так и должно быть, да? Нет. Так уже никто не делает. Черт, черт. Могу сказать, как человек, который 13 лет занимается танцами. Подожди, а медляки люди танцуют или не танцуют? Ну, танцуют. Понятно. Ладно. Теперь, ты смотрите. Ребят, вы, если видите, с кем у меня совместный эфир, если вы вдруг окажетесь в Харькове, и у вас будут какие-то вопросы по поводу танцев, или если вам будет нужен партнер по танцам, то подписывайтесь на эту девушку. А ты когда в Харьков приезжаешь? Я пока не приезжаю. Я пока не танцую, понимаешь? У меня другой вид танцев просто. Я танцую на костях. Тут есть люди из Харькова, смотри. Есть люди из Харькова тогда? Да, Питаша есть. Мы, кстати, выступали в Харькове с Тони Раутом миллиард лет назад. Извините, мы не попали в эту эру. Да, тебе тогда еще было... Сколько тебе лет сейчас? Кто на секрет фирмы? Ну, типа лет 22. Ничего не знаю. Окей. Ну, вот тогда тебе было 5. Ты приезжаешь. Очень давно. Нет, мы в 2013 году приезжали. 5 лет назад. Я тогда еще не слушала тебя. Успокойся. Я понял. Я понял. Ладно, давай. Все, мы тебе желаем удачи в Харькове. Тебе тоже, спасибо. Давай, не обижай никого. Хорошо. Все. Блин, такая залипающая тема на самом деле. То есть можно так... Причем людей все больше становится. Люди еще. 17 ей пишет Валерий. Валерий. Да я не претендую, в общем-то. Хоть 15. Ну, типа... 17 ей. Так, 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 так. А где ты был на детском фото? А, если у вас сохранилось еще на детском фото, я в верхнем ряду третий слева. Я такой стою, самый... Самый такой забавный чувак в пиджаке. Так, 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 смотрите. Я пока все еще листаю все заявки. Сейчас, подождите, подождите. Да, блин, подождите. А, и подождите. Ага. Все, Жданов, давай. Вторая попытка у тебя, Ждан. Ты включил свет и настроил интернет. Посмотрим, как там у тебя все. Итак, Ждан, привет. Аллилуйя. Аллилуйя. Человек, человек, который побывал на двух тысячах наших концертов. Хорошо, да. Скажи, это у тебя качество картинки такое плохое, или у тебя лицо такое стало просто, как в пикселе? Я хуй знаю. С моей-то работой можно все, что угодно ожидать. Ага, я понял. На это должен ты иметь какой-то заготовленный ответ. Да, давай я представлю тебя. Короче, вот это Жданов. Во-первых, Жданов подарил мне кепку. И Жданов... Вот, кстати, к вопросу, храним ли мы или не храним. Я случайно сюда сел. Ждан, вот твоя кепка. Вот с космонавтом. Вот, космонавт. Чтобы вы тут не думали, да, что... Короче, мы... Все, что вы давите, не храним. Ждан подарил кепку. Я в ней катаюсь на велосипеде все время. Он не пропускает ни одного концерта в Москве. И более того, более того, гоняет еще и на выездные концерты. Поэтому я бы сказал, подписывайтесь на его канал, но не надо. Потому что там только фотографии пиццы. Он только будет пробуждать ваш аппетит. Поэтому подписывайтесь на меня, лайкайте меня, а его просто, не знаю, чтите, наверное. Чтите, почему ты сказал, что ты странный чувак, который в пиджаке? По-моему, норм. Я тоже на детских фотках в пиджаках в основном. Да, конечно. Потому что мы с детства были элитой, да? Не то, что вот эти вот в свитарках приходят. Мы настоящая элита. Мы ходили в пиджаках, как бы при галстуках. Я вообще вырос в элитном районе. Вот Дебенко, большевиков. Здесь только такие мажоры ходили. Поэтому у меня есть еще фотка из первого класса. Я ее когда-то выкладывал, где мы все фотографируемся всем классом, а у меня свитер с Микки Баутин. Не знаю, зачем я это рассказал. И сразу 30 человек ушло из трансляции после этой истории. Ждан, ты деструктивно влияешь на моего детства. Все, давай, увидимся на концерте, Ждан. Пока. Представляете? Настолько, видите, Ждан вас расстроил? 30 человек ушло, 30? Так, пишут, пишут. Дайте я почитаю сначала, что вы пишете. Как это круто и мило. Космические войска. Ага. Привет. Космические войска. А, окей, ты про кепку. Я думал, ты из космических войск. Окей. Гарри, привет из Израиля. Когда приедешь? Ну, я бы съездил, посмотрел бы, конечно. Но не все сразу. Я очень много вообще, куда хочу приехать. Ну, в том числе, да, и в Израиле, конечно. Там же, ребятки, есть израильские эмигранты, которые русскоязычные, с Аяфтом. Всякие. Можно с ними было бы пересечься, конечно. Так. Ревнуют к Жданову, поэтому уходят? Окей, давайте кого-нибудь другого. Так, сейчас. У нас сейчас был мальчик, сейчас надо девочку посоединить. Пока у меня не сел телефон. Сейчас, 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 подождите. Георгий, Виталий, Аланчо. Где девчонки-то все? Вот. Подождите. Девушки, которые... Девушки, которую зовут Адольф Курва. Это обещает быть интересным. Ты знаешь? Адольф Курва. А у меня... Ну, вроде на аватарке. Может, это так. Итак, привет, Адольф Курва. Скажи, у меня один всего вопрос. А Адольф Курва – это, типа, обращение к Адольфу? Типа, эй, Адольф Курва, чего ж ты делаешь? Или Адольф Курва – это, как Мерлин Мэнсон. Половинка одного, половинка другого. Раскрывай секрет. Это просто набор слов. Просто набор слов? Окей, понятно. У тебя татуировки под глазами. О, раздвоенный язык. Как в песне. Круто. Так это ж про тебя было в песне. Татуировки на руках. Смотри, под глазами. Скажи, Кэрри. Нет. Скажи, Кэрри. Нет. Меня постоянно сравнивают с Фейсом. Да, ты что говоришь? Меня постоянно сравнивают с Фейсом, но я первая начала забиваться. Конечно, я тоже считаю, что это самое. Ты первая уронила Запад. Ты знаешь, что значит Курва? Да. Окей. А ты откуда? А? Откуда, откуда, откуда? Из Питера. Из Питера. Окей, хорошо. У нас просто наш водитель туровый, он все время, когда его на дороге кто-то не пропускает, он орет Курва среди ночи. Он, ну, как бы, будет раз. Это было я. Может, он тебя зовет. Смотри. Смотри. Семьдесят человек подсоединилось, когда ты стопудово лучший гость сегодня. Нет. Я очень рад видеть был, конечно, Ижданова и мою сестру троюродную. Смотри. Сто человек это тебя видит. Говори что-нибудь, что умоляю. Я не знаю, что говорить. Я была на вашем концерте, кстати. Один раз. На обычном концерте или на голом концерте? Не знаю, но раз... Вы просто давали секретный голый концерт еще. Там всего 500, он маленький был. Голый? Да, да, да. А кто из вас голый там? Нет, все зрители. Зрители голые? Да. Вы одеты? Ну, они просто пришли, а мы в этих радиоактивных комбинезонах исполняли. Ну, так неинтересно. Нет, если бы вы были голые, тогда ладно. А как бы зрители что? Ага, ну мы задумаемся. Мы скоро объявим как раз тур новый. Может быть, это будет как идея. Ну, да. Это срау-то майку стени и все девочки ваши. Я не могу. У меня четыре соска. Они все увидят. Эту правду. Они у меня так. Правду так вот. И правду так вот здесь вот еще. По одному. Как по одному, да? Верхние, они проколоты. Как погоны. Как погоны. То есть, когда мне хлопают по плечу, я такой, аааа. Довольно больно. Так. Смотри, ты теряешь популярность. Эй, не надо. Адоль в курорт. Ты теряешь популярность. Это значит то, что люди постепенно начинают понимать то, что все-таки ты не фейс. Я постоянно вот раскусывают меня. Я постоянно пытаюсь притвориться им и уронить запад. Но мне не выходит. Что, ладно, расскажи. Скажи, что концерты крутые у нас, да, а не у кого-то? Да, да, очень здорово, правда. Неплохо. Но турбины туриста лучше делают. Что, что, что? Турбины туриста лучше делают. Конечно, разумеется. Мы не спорим. Мы не спорим. Короче, не буду отпускать больше на ваши концерты. Не, 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 почему? Мы же хорошо относимся к турбине туриста. Мы же общаемся с ребятами. Да, погоди за скринь и улыбнись. Давай, скринь, скринь, давай. Ничего себе, ничего. Ладно. Смотри. Так как люди уходят, уже 20 человек ушло, давай, мы кого-нибудь следующего. Покулярность моя ушла. Да, твоя аудитория покинула нас. Поэтому, Адольф Курова, респект тебе. Будь больше Куровой, чем Адольфом. Или наоборот. Все, че? Пока. Итак, ребят, давайте, 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 давайте. Сейчас посмотрим, кто еще. Блин, я хочу просто вот, блин, ткнуть наугад, но у меня на самом деле немножко подвисает вот эта вот штука, где можно выбирать людей. Потому что мне даже не пролистать на самом деле вас. Не пролистнуть вниз. Вот. К сожалению, к большому. Вот я ткнул, я не знаю, на чувака вроде какого-то. Не знаю, посмотрим. Так, от Орла привет. Да, Орлу привет, супер. За кого? О, за кого в ФМ играешь? Да, да, да. Я играю в ФМ за Милан сейчас. Ты, кстати, шаришь. Да, ФМ это очень круто. Это футбол менеджер, футбольный менеджер. Это очень здорово. Так. Да, концерт в Риге, да весело было. Прикольно. У нас все концерты веселые. Сейчас, подожди, мы кого-то ждем. О, привет. Ты не похожа на парня. А я вроде на парня нажимал. Рассказывай, поделись секретом. Ты здесь, ты с нами? Привет. В смысле? В смысле что? Эх, не тянет у тебя интернет, к сожалению. Мысли, что только в смысле. Это были очень... Была очень короткая встреча. Так, давайте, давайте попробуем. Смотрите, Артур Бодров. Артур Бодров. Великая фамилия. Чем удивить нас Артур Бодров? Давайте еще будет вот Артур Бодров. И привет, Артур Бодров. Здорово. Привет. А ты где там? Что, зеленая стена? Ты в армии? Я в панике, в панике. А, в панике. А почему ты там голый сидишь? Да, ебать. Хуй знает. Курил? Курил. Понятно, понятно. Но это самое, смотри. Самое главное, ты не потеряй ключи. Потому что, если ты потеряешь ключи, то будет, ну, типа, прикинь, отстойно. Ты должен искать чувака из жилконтора, а ты голый. Ну, как бы... Я надеюсь, ты не весь там голый сидишь? Не-не, не весь, не весь, не весь. Окей, окей. А из какого ты города, скажи? Из Астрахани. Прикольно. Скажи мне, вот скажи мне, как человек из Астрахани, почему каждый раз, когда я говорю своим, что у меня будет концерт в Астрахани, мне говорят про две вещи, про икру и про арбузы. Типа, привези арбуз, привези икру. Скажи, почему? Наши астраханцы любят арбузы и икру. А вы едите арбузы с солью? Или это гонило? Или это вранье? А, нет, нет. Подожди, с солью, а эти, консервированные арбузы? Нет, консервированные арбузы не едим. Настоящие арбузы едим. Как ты. Правильно. Я очень люблю арбузы. Вообще просто арбузы бомба. Круче арбузов, только черешни, братан. Ну, это да. Для меня черешни, это как для тебя сидеть голым в падике. Ну, примерно так. Очень круто прямо. Ладно, бро, давай. Привет всем астраханским чувакам. Вообще всем. Просто всем. Каждому. Каждому арбузу. Вообще всем чувакам. Давай, ты крут. Давай. Итак, давайте. Сейчас у вас будет последний участник. Последний. Я иногда буду практиковать такую тему. Если мне будет грустно особенно. Это очень здорово. Вы можете задавать какие-нибудь вопросы. Я не знаю. Давайте сейчас. Подожди. Я посчитаю. Из Беларуси. Ребятки есть. Вот круто бы добавить какой-нибудь из Беларуси. Но я не попаду. Так. Блин. Я. Знаете, вот так угарно. Типа все такие разные. Так прикольно. Ладно. Ну, кого-нибудь прямо одного. Последнего. Сейчас будет кто-нибудь последний. Последний. Сейчас. Подождите. Я. Я хоть кого-нибудь знакомого увижу. Нет. Кстати, это музыка. Я повторюсь. Это кубинцы. Группа Ори и Шас. Нет. Смотрите. Причем знакомые смотрят. Не подают заявку на эфир. Странно. Ну, давайте. Ладно. Ткну наугад. Давайте. На кого удача выпадет. Так. 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 Сейчас. Подождите. А, подождите. Я нажал на чек. Этот чек нас покинул. Да. Мы планируем в течение месяца или полутора месяцев объявить уже тур новый. Помните, да, что мы на маленький фуко будем выступать в августе. на фестивале в Санкт-Петербурге. Там будет много всяких достойных артистов. Помимо нас, конечно. Опять же, по живой музыку. Ну, и, конечно, в осеннем туре тоже будет и Санкт-Петербург, и Москва. Итак, последнего чечка мы ждем. Ожидание. Бэнк, подчеркивание, Невская. Привет. Бэнк, подчеркивание, Невская. Ай-яй-яй, плохая связь. Итак, ну что, рассказывай. Судя по тому, что ты Невская, ты из Питера, да? Нет, я из Минвод. Просто в Питер хочу переехать. То есть ты хочешь переехать, но ты уже Невская? Ну да, уже Невская. Готовлюсь. Окей. А почему ты не снимаешь себя, ты снимаешь только то, что у тебя шторы крути, чем у меня? Да, это факт. Да-да-да. Я просто ипотеку сейчас хочу взять, чтобы купить такие, как у тебя. Я пока коплю. Я сначала буду переехать тетрадку с машинкой, а потом шторы. Так, ладно, скажи, скажи, пожалуйста. Да. Человеку, который был именно в Минводах, раскрой секрет, кто из наших сегодняшних участников запомнился тебе больше всего и почему? Вот очень много было сегодня подключений разных. Мне больше девочка эта запомнилась, которая была. Курва? Да. Адольф Курва. Окей, хорошо. А тебе не показалось, что под конец она загрустила, когда узнала, что ее аудитория ее бросает? Мне кажется, она расстроилась прям. Расстроилась, да. А голый мужик тебе понравился в подъезде? Нет. Да ладно, да что, хорош, голый мужик. Ну, вот смотри, ты живешь в Минводах, он живет в Астрахани, не очень далеко. Ты можешь вообще... О, вот смотри, он тебе сейчас напишет, да, если он нас смотрит до сих пор, он тебе напишет, если ему будет негде остановиться в Минводах, он остановится у тебя, договорились? Нет. Так а как нет? У тебя же квартира будет пустая, ты же уезжаешь жить в Питер. А квартира пустая? Ему можешь дверять, но голый, понимаешь, ему не вынести вещи, ему некуда их сложить. Ну, пусти. Нет. Почему ты такая жестокая? Так. В квартире бы тогда арбузы выращивали. Это, кстати, прикольная идея. Так, нас пока спрашивают, когда... Как тебя зовут-то, кстати? Яна. Яна. Яна, понятно. Понятно. У меня так же зовут. Ладно, Яна, ты очень хороший человек. Я так и не понял, как ты выглядишь, правда, ты снимаешь шторы. Но, Яна, теперь понятно. Теперь голый парень тебя точно найдет, когда прибудешь в горах. Спасибо большое. Что тут творится, спрашивает Григорий Григорьев? Григорий Григорьев, тут творится жесть и ад. Типа, здесь у нас Яна после голого парня, после Фейса, после Жданова, который ест пицца. Ну, типа, понимаете. Игорь, почему Кожа считает СМС? А вы мне присылаете СМС? Так, все, Ян, давай. Чао. Спасибо за эфир. Спасибо за эфир. Итак, давайте я прочитаю, что вы пишете. Так, 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 так. Будет ли сходка в МСК? Я думаю, сходка будет, когда выйдет альбом, типа, ну, как всегда, по традиции. Мы же так-то особо не устраиваем. Мы же скромные ребятушки. А может и будет. Не знаю. Так. Прямые эфиры. Да надо бы, надо бы поснимать. Так, так, так. Привет, Мачулам. Мачулам. Что бы это ни значило. Всем Мачулам привет. Когда в Пензу. Так только что же уехали от вас. Мы же у вас пару недель назад были. Ладно, че, ребятки, смотрите. Давайте еще раз. Давайте подытожим, что у нас сегодня было. У нас сегодня был первый эфир. Во-первых, с Гарри Топором, у которого волосы на голове по вашим. Конечно, мне было насрать то, как вы проголосуете. Но мне было приятно, что вы проголосовали подавляющим большинством. Хотя бы на время послать нахер эту лысую головушку и получить на голову обновушку. Соответственно, следите за новостями. Скоро, скоро будет рубрика снова «Туризм с топором». Поэтому Тони Раут просто путешествует в свое удовольствие. А я путешествую и страдаю. И пишу огромные посты, чтобы вы читали где как. Да, тур пока еще не объявили. Может быть, будет какая-то приколюха перед туром. Такая маленькая, незначительная. Обязательно посмотрите сериал «Человек в высоком замке». Вот я сейчас смотрю. Очень круто. «Человек в высоком замке». «Человек в высоком замке». И потом напишите мне, если вам понравится, в директ. Вот. Поэтому, ребят, давайте. Спасибо, что делили время. Ну, типа, вот. Все, пока. Гарри Топор. Скачивайте альбом «Человек в южовых рукавицах». Я не знаю, не умею просим заканчивать эфиры. Все, всем пока. Я крутой. Вы крутые, все крутые. Я Д'Артаньян, все пидарасы. Я увожу каждому. Во имя Голова, мужика. Все, пока. Рад, перископ, майки, точка орг. Заходи на страницу. Не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда. С огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества. Ты не будешь в зоне риска. Окей. Ты еще не понял? Заходи. Тут ссылка в описании. Это лучший магазин. Бау. Бау.